Добрый день, меня уже представили, я работаю в компании биозащита, технологом, менеджером, технологом. Сегодняшняя тема это программа обеспечения биоконтроллер. Ну начнем немножко не с этого. Какие сейчас есть проблемы в отрасли? Первое это рост дефицита специалистов. Дело в том, что комбинаты расстраиваются, а специалистов мало. Иногда комбинаты прибегают к тому, что нанимают специалистов иностранных, но как практика показывает, они не всегда знают больше, нежели специалисты наши. А деньги тратятся на это довольно-таки большие. И проблема еще по этой теме есть такова, что стажеры, которые приходят на комбинаты, они не имеют той информации современной, которая позволила бы им применять практики. Их надо по-новому обучать. Опять же у нас дефицит специалистов получается. Второй момент. Отсутствие единого инструмента управления данными. Мы все данные, которые нам нужны для того, чтобы прогнозировать, делать какие-то прогнозы, мы записываем на блокнотах, в Excel-таблицах. Также бывает, что на предприятии есть программисты, которые сделали самописную программу, уходят деньги на их содержание, на содержание этой программы. Потом на основании этих данных кое-как мы собираем информацию и пытаемся что-либо спрогнозировать. Это не всегда получается хорошо, потому что программы самописные и то, что мы на блокнотах делаем, не всегда удобны в понимании в конечном. Далее. Сложность коммуникации между инвесторами и специалистами отрасли. Это как бы одна из основных тоже проблем. Она возникает тогда, когда специалист пытается объяснить инвестору, почему нужны, допустим, какие-то затраты или получилось именно так, а не иначе. Инвестор не может понять, потому что он не технолог. Он понимает только в цифрах и в каких-то графиках. И для того, чтобы убрать этот барьер, опять же, нам нужен какой-то инструмент. А этот инструмент может быть только в формате внедрения цифровых технологий. Дальше. Прозрачность. Какие перспективы внедрения цифровых технологий? Прозрачность процессов. Это говорит о том, что мы можем в любой момент времени видеть накопленные данные со всего предприятия в одном едином инструменте. И программа, даже если мы что-то забыли, программа нам подскажет, что надо сделать или как себя повести в той или иной ситуации. Далее. Постоянное накопление данных. Эта цифровая технология позволяет нам накапливать в едином информационном поле все данные, которые мы используем для прогнозирования каких-либо будущих действий, допустим, по защите растений или по урожайности или еще какие-либо. Далее. Непрерывное повышение эффективности работы. Переложив рутинную работу на цифровые технологии, допустим, программ обеспечения или роботизированные какие-то механизмы, мы таким образом освобождаем себя от этой рутинной работы и акцентируем внимание на более полезную информацию, нужную, которую можно реализовать на комбинате. Простота использования информации. Это говорит о том, что вся информация, которая сохраняется, перелаживается на цифровые технологии, она потом реализуется таким образом, что будет понятно и инвесторам, и руководству, и агрономам. И можно будет этой информацией свободно пользоваться. Понимая все эти проблемы, которые есть, и их решение, мы создали программу BioController. Это моя функциональная платформа для сбора и анализа данных. Я думаю, многие уже с ней знакомы. Вот ассоциативная картинка о том, сколько у агронома может быть, скажем так, задач, информации в голове. Ему тяжело это ввести в одном, скажем, в одном месте. И для этого существует программа BioController. Теперь это будет дальше больше презентация, что это за программа и как она работает. Первый ее блок – это мониторинг, мониторинг вредителя. Смотрите, вот это цифровая таблица наших площадей. Желтый, вот эти цвета, это означает уровень заражения вредителя на данной точке теплицы. С правой стороны у нас вредитель, который мы выбираем дальше. При последовательном нажатии мы выбираем уровень зараженности. Допустим, от 0 до 5, от 5 до 10 и так далее. Эти данные все накапливаются и сохраняются. И таким образом мы можем вернуться в любой момент к этой информации и проанализировать, что у нас было с вредителем. Вот дальше сейчас увидите видео, как это происходит. Это у нас по месяцам идет целый год. В красном обозначены дни, когда был мониторинг. Сейчас будем вносить данные, как это все происходит. Выбираем область. Далее мы выбираем вредителя и степень его заражения. Цвет означает степень как раз заражения. Нажимаем сохранить. Все, информация сохранена. Далее мы можем продолжить данные вносить по вредителям. Все, данные внесены. Далее мы можем формировать отчеты на основании внесенных данных по мониторингу. Вот смотрите. Если мы выбираем отчет по вредителям недельный, это говорит о том, что мы можем посмотреть на определенном блоке. Вот видите, блок 1 там есть. За определенную неделю, вот 44-я, мы видим, что были обнаружены какие-то вредители. Вот. Площадь заражения и процент заражения от общей площади. Это визуальная просто диаграмма для понимания разницы между заражениями. Далее формирование отчета за сезон. За сезон это имеется в виду, что мы можем выбрать неделю одного вредителя. Вот. И видеть сколько, допустим, взяли белокрылку. И мы видим, что за 52 недели белокрылка был вот такой вот рост по графику и степень заражения. Степень заражения синяя. Так варьировалась. Зеленая, желтая и так далее. И также мы видим по метрам квадратным. Вот как это выглядит на видеоролике. Выбираем неделю, где уже были внесены данные. Вредители. При наведении мы видим количество вредителей и их степень заражения. Площадь, которая была заражена. И визуальный график. Что на этой неделе было такое количество вредителей в такой-то степени. Можно и так. Вот сейчас будет... Нет. Есть график на общих, на всех вредителей заражения по дате. Выбирайте даты от и до. А это сейчас по одному вредителю. Мы выбираем 46-ю, допустим, неделю. Вот выбрали, да? И вот у нас видно, что на 46-ой неделе... Ну, тут гектары, правда. Это демо-версия я делал. Смотрите, тут сразу видно, какая степень заражения была одним вредителем и по неделям, как он у нас рос. Далее есть приход энтомофагов на склад. Это подобие 1С. Чем это интересно? Когда к нам приходят энтомофаги, мы ставим приход. Допустим, вот у нас сразу есть номер накладной, дата, когда это было. Это потом блоки, энтомофаги категория, тип рассыпной, количество в упаковке, количество в упаковок. Что там? Непонятно. Вот. Ну вот, не знаю, вам видно, мне просто плохо видно. Вот таким образом мы просто можем вносить по приходу. И далее это у нас будет сохраняться на складе. Когда мы будем вносить энтомофагов, нам программа будет подсказывать, какие энтомофагов, сколько у нас осталось, и против кого они работают, и будет автоматом списываться. Вот как это происходит по как раз списанию. Мы нажимаем списание, то есть это внесение. Берем область, которую хотим внести, энтомофага, и нам программа подсказывает, сколько у нас на складе осталось. Выбираем энтомофага, у нас подсказка против, какого вредителя работает. Мы можем выбрать галочку «Все домики» сразу и количество особей на метр квадратный. И программа сама пересчитывает и убирает это с прихода. Далее расход энтомофагов со склада. Примерно таблица такая же, как и по приходу, только именно мы видим, какие домики было внесено, дата, какой энтомофаг, против кого мы выпускали, тип рассыпной или пакетированный и количество. Учет прихода и расхода – это мы видим сразу же по определенному виду энтомофагов, когда были приходы, когда были расходы, в каком количестве, стоимость и цена самого энтомофага. То есть мы можем контролировать затраты. Нет, это совсем отдельное, никак не соединено. Отчет расхода энтомофагов. Мы можем видеть, что выбирая определенные даты, допустим, с такой даты по такой, на блоке 1, допустим, мы видим, что мы затратили таких-то энтомофагов, столько-то на квадратный метр ушло в таком-то количестве, сумма затрат за тысячу особей и сумма в рублях общая. И также мы вот здесь видим внизу расход по месяцам. То есть данный энтомофаг был использован в такое-то время, в таком-то количестве. Столько мы это затратили на общую цену и по квадратному метру. Отчет расхода средств защиты растений. Это имеется в виду, получается, да, по химии. Да, по химии. Смотрите, так же самое мы можем ставить приход препараты. Вот. Они так же само заходят, то есть так же само фиксируются. И когда мы их используем на площадях, мы ставим, допустим, мы хотим затратить там 100 миллилитров на такой-то объем воды, и программа сама пересчитывает и отнимает со склада то количество, которое нам надо. И оставляет то, что есть. Поэтому в следующий раз, когда мы захотим сделать обработку, мы уже будем видеть, сколько у нас на складе осталось миллилитров. Вот. Тут опять же сумма на квадратный метр, общая сумма затрат. Вот. Ну и сами препараты. И график, структура затрат на каждый препарат за определенный период. И когда мы их применяли. Отчет расхода средств защиты растений общий. Здесь мы можем сделать как по энтомофагам, так и по химии. Вот то, что, вот справа от меня табличка, мы видим, допустим, что мы выбрали химию, и мы видим, какие затраты. Опять же, мы выбираем период, с какого по какой. Мы видим, что сколько мы затратили на химию. Вернее, тут и химия, и биология. То есть на химию и на биологию. Когда это было затрачено, и какое процентное соотношение по цветам. Просто с этой стороны у нас идет развернутая вкладка химия, здесь биология. Отчет затрат по каждому вредителю. Мы можем посмотреть, выбрав период, там за год, за месяц, за неделю, мы можем посмотреть, сколько мы затратили средств на защиту против определенного вредителя. Это очень удобно, потому что мы видим, что на данный вредителя мы в течение периода, вот тот, который мы выбрали, мы затратили столько-то, допустим, химии, там биологии, и сколько это сумма в рублях. Есть еще такой раздел справочники. Раздел справочники, это как такая подсказка, я бы даже назвал это какая-то энциклопедия. Там, где есть вся структурированная, понятная информация для новых агрономов, для стажеров, также для опытных. Здесь есть, мы можем выбрать, допустим, вредителя, у нас есть его краткое описание, степень заражения его описания, и также мы видим сразу подсказку, против кого, то есть кто против этого вредителя, какие энтомофаги работают. И также мы видим химические препараты. Нажимая на них, допустим, на энтомофага, у нас выбивает точно такая же таблица, с такими же подсказками, что против вредителя работает, какой энтомофаг против какого вредителя, и по химии. Это сбор такой информации, который позволяет быстро сориентироваться по ситуации, потому что тут есть вся основная базовая информация по действующим веществам, по констрации, по всему. Вот примерно как это выглядит. Мы выбираем, допустим, вредителя. Вот у нас краткое описание. Есть изображение, и также можно просматривать видео. Вы можете сами добавлять это видео. То есть, имея такой инструмент, новым людям будет очень легко дать информацию максимально понятную и сжатую. Вот у нас биологические методы борьбы. Вот препараты. Вот мы нажали на аберрон. У нас действующее вещество. Краткое описание, концентрация и против кого работает. То есть, такая очень хорошая подсказка. Все, это основной функционал программы. Есть еще также урожайность, есть еще дополнительные отчеты. Но в этой презентации я хотел показать основные блоки, которые самые актуальные и можно использовать для построения, планирование, вернее, затрат на будущий оборот, прогнозирование появления вредителя, в каких местах он появлялся, что мы использовали. То есть, вести полный учет. И еще очень полезно это тем, что, вот как уже ранее говорил, проблема коммуникации руководства, которое выделяет деньги и агрономов, они другое не понимают. А если предоставлять вот такие данные, сколько чего было затрачено и почему именно было затрачено, вот, допустим, такое-то количество, и вы показываете, что на графике это, и также на таблице, что вот здесь у нас появлялся в такое-то время такие-то вредители, то-то мы использовали. Имея такие данные, инвестор просто будет уже понимать вас очень легко, потому что там все в цифрах, они по-другому не понимают. И очень будет, как бы, просто объяснить, почему именно надо нам, допустим, использовать те или иные, допустим, затраты или какие-то там еще дополнительные средства. Ну, вот как-то так. Все, спасибо. Друзья, вопросы? Игорь, а подскажите, пожалуйста, вот шпаргалки вот эти, их, ну, так, вскользь упомянули о том, что можно добавлять самому видео, да? А в сами шпаргалки тоже можно самому носить изменения? Можно, да, да. Ну, мы, это у нас базовая такая платформа, да, мы сейчас, как я знаю, делаем платформу, которая будет дополнительно налаживаться на ту, на основную, которая уже есть. Это говорит о том, что в каждом кабинете индивидуально есть какие-то особенности. Для того, чтобы ими пользоваться, их тоже можно внести в программу и обращаться к ним в будущем. Это все возможно, да. Вы можете и описание сами вносить, и видео, и фотографии, и так далее. Я вот еще не учел, есть еще такая функция, когда мы вносим информацию по мониторингу, можно также влаживать туда фотографии. То есть, допустим, обходчик прошелся, сфотографировал какое-то непонятное повреждение листа, и агроном главный уже видит, ага, какая-то непонятная вещь. Нажимает, и он может уже определить удаленно, не бегая, показывая, отрывая листочки. Спасибо. Да, конечно. Очень хорошая презентация, интересное предложение. А вот для других направлений растеневодства подобное решение у вас есть? Ну, там пленочные, грунтовые теплицы есть, открытые грунты. Да, без проблем. Ну, смотрите, для любых видов теплиц это можно, не имеет значения для каких. А если вы спрашиваете по открытому грунту, да, но это уже отдельная есть программа, называется Агроконтроллер, это мы индивидуально можем вам тоже подсказать. Все, понял, спасибо. Сейчас. Здравствуйте. Программа Биоконтроллер, она также скачивается в плеймаркете, или вы же устанавливаете за определенное вознаграждение? За вознаграждение это хорошо. Смотрите, программа Биоконтроллер, она есть в плеймаркете, ее действительно можно скачать, но она еще на, вот скажу откровенно, на стадии, ну я бы сказал, не полного функционала, мы еще дорабатываем именно приложение в плеймаркете, но оно тоже не будет актуальным и работать, если мы не внесем изначальные данные в стационарной версии. Мы, как это происходит, тепличный комбинат нам дает описание, то есть не описание, а получается схему теплицы, мы эту схему вносим, потом предоставляем доступ и даем инструкцию, как этим пользоваться, так же консультируем. И когда уже какие-то данные накопятся, уже какая-то информация будет, чтобы с ним можно было чем-то работать, тогда это можно будет и в приложении тоже смотреть и использовать. Но пока, я думаю, лучше стационарной версии обойтись. Тем более не всегда удобно на телефоне. То есть она на компьютере устанавливается, да? Она устанавливается не на сам компьютер, это не приложение, это облачная программа в браузере. То есть даем доступ, вы заходите и пользуетесь. Доступ стоит же, наверное, сколько надо будет обговаривать? Стоимость доступа. Стоимость доступа, ну, приоткрою так маленькую тайну. Смотрите, многие комбинаты, которые тут присутствуют, с нами работают уже, да? И не секрет, что те комбинаты, с которыми мы работаем, мы предоставляем эту программу как, скажем, наше конкурентное, одно из наших конкурентных преимуществ, то есть бонусом. То есть люди, которые с нами работают, легко могут использовать эту программу. Вот. Если индивидуально клуб приобрести, да без проблем. Просчитываем вашу площадь, выставляем стоимость и, пожалуйста, пользуйтесь. Постоянное сопровождение по программе есть. Любой менеджер, который вам это сделал, он будет вас сопровождать, если будут возникать вопросы. А если биоматериал будем у вас закупать, эта программа может как приз установить? Ну, да, да, да. Сколько вы будете закупать? Мы думаем. Хорошо. Не, ну, да, конечно, конечно. Я же говорю, комбинаты, которые с нами работают, да, мы предоставляем доступ к программе. Так, еще забыл упомянуть, что программа является платформой для коммуникации тех устройств, которые были представлены. Это, допустим, открывалки, о которых рассказывал Максим, и весы. Это тоже все сосредоточено в этом программном обеспечении. Поэтому вы получите, даже если вы просто будете пользоваться нашим оборудованием. Субтитры сделал DimaTorzok